К Мурату Зязикову обратился пенсионер, ветеран труда. В его родном Новозыпкове городской парк требует реконструкции. Хочется, допустим, нам для детей сейчас самокатики, какие-то велосипеды, где детская площадка, хочется что-то застелить, чтобы можно было ездить. Как выяснилось, по программе формирования комфортной городской среды уже в этом году любимое место горожан благоустроят. 4 апреля у нас было подписано соглашение, на сегодняшний день готовятся документы. И вот уже на следующей неделе город Новозыпков получит денежные средства для реализации этого проекта. На реконструкцию Новозыпковского парка направят более 6 миллионов рублей, приведут в порядок дорожки, установят освещение. Проект формирования комфортной городской среды курирует лично губернатор Александр Богомаз. Зам Полпреда внимательно выслушал очередную просьбу. Парень передвигается на коляске, но ведет активный образ жизни. Он попросил помочь открыть собственное дело и получил положительный ответ. Через программу содействия занятости, по мероприятию, оказанному содействию и открытию собственного дела, получить финансовую помощь в размере 60 800 рублей. Это госпошлина при регистрации в качестве индивидуального предпринимательства и начальный такой стартовый капитал. Обратились к заместителю Полпреда и по вопросу обеспечения дорогостоящим лекарственным препаратом. Департамент здравоохранения Брянской области взял на контроль этот вопрос. Лекарство будет выделено, а значит лечение продолжится. Люди обращаются непосредственно к президенту, к нашему общенациональному лидеру, зная, насколько он внимательно относится к решению вопросов. Конечно, это все решается с региональной властью. По любому обращению определяется не только ответственный исполнитель, но и обозначаются четкие сроки, в которые вопрос будет решен. Только тогда он снимается с президентского контроля. Если брать по Брянской области, по работе приемной президента в Брянской области, у нас на сегодняшний момент нет вопросов, которые не решены. Елена Лыщицкая, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск. Я говорю, что большие...